Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рахленко и Людмила Татарова. Вы смотрите программу «День веков хронограф». 9 августа в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых Первая жена российского императора Петра I Евдокия Лопухина И итальянский физик, химик Амадео Авогадо И российский поэт Василий Курочкин Швейцарский психолог Жан Пиаже И российская киноактриса Вера Холодная Финско-шведская писательница и художница Тувы Янсен И советский певец Юрий Гуляев Сегодня 9 августа. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Этот день в истории человечества был отмечен следующими событиями. В 1173 году началось строительство знаменитой Пизанской башни А в 1483 была открыта Сикстинская капелла В 1731 году в Петербурге был учрежден шляхетный кадетский корпус Для военного и гражданского образования дворян А в 1853 в ходе Крымской войны 1853-56 годов Русские войска штурмом взяли укрепление Ак-Мечеть на реке Сырдарье В 1893 году был учрежден Национальный банк Италии А в 1920 британские организации рабочих объявили о намерении начать всеобщую забастовку Если Англия объявит войну России В 1942 году в осажденном Ленинграде была исполнена знаменитая Седьмая ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича А в 1945 американцы сбросили вторую атомную бомбу на Нагасаки Сегодня 9 августа в эфире программа «День веков хронограф» Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях Произошедших в российском государстве в былые времена 9 августа 1669 года родилась Евдокия Лопухина Царица, первая жена Петра I Евдокия Федоровна была дочерью боярина Вступив в 1689 году в брак с Петром I Она в следующем году родила царю сына Алексея Воспитанная в традиционных русских обычаях Евдокия Федоровна не могла привязать к себе Петра Он же с первых лет супружества часто покидал жену Для любимых потех и вскоре сблизился с красавицей немецкой слободы Анной Монс Охлаждению к жене содействовала нелюбовь царя к ее родне Лопухиным Приверженцем московской старины Отправившись за границу в 1696 году Петр из Лондона просил родственника Львана Рышкина Уговорить Евдокию постричься И тотчас же по возвращении в Москву Отправил ее в Суздальский Покровский монастырь Архимандрит монастыря не согласился Постричь Евдокию Федоровну За что был арестован Царица все же была пострижена под именем Елены Это случилось в 1698 году Однако Евдокия Федоровна только полгода носила иноческое платье А затем, сняв постриг, стала жить в монастыре Мирянкой Вместе с царевичем Алексеем Петровичем Она со временем стала центром оппозиции враждебной Петру Все это открылось из так называемого Кикинского розыска по делу царевича Алексея В сочувствии к Евдокии Федоровне были уличены монахи и монахини Суздальских монастырей А также Крутицкий митрополит Игнатий и многие другие В письме к Петру Евдокия Федоровна во всем повинилась и просила только прощения Чтобы ей безгодной смертью не умереть Жестоко казнив всех замешанных в деле Петр по отношению к Евдокии Федоровне ограничился переводом ее в другой Ладожский Успенский монастырь Затем она была перевезена в Шлиссельбург Где при Екатерине I, второй жене Петра Содержалась в строгом секретном заключении С воцарением ее внука Петра II Евдокия Федоровна поселилась на Водевичьем монастыре А затем переехала в Воскресенский монастырь в Москве Ей было назначено большое содержание И дан особый двор Петр II и Анна Иоанновна Относились к Лопухиной с полным уважением И оказывали ей царские почести 9 августа 1731 года в Петербурге был учрежден шляхетный кадетский корпус Для военного и гражданского образования дворян Военная реформа Петра I была направлена на создание в России регулярной армии Она коренным образом изменила систему подготовки офицерских кадров Из-за границы были приглашены военные специалисты А многие русские юноши отправились для обучения в Европу Но наряду с этим Петр принял меры для подготовки профессионалов Знакомых с различными отраслями военного дела и в самой России Слово кадет происходит от французского и означает младший, несовершеннолетний Так назывались во Франции молодые дворяне, зачисленные на военную службу до производства в офицер Кадетские корпуса в России сыграли значительную роль в подготовке офицерских кадров русской армии В 18-м первой четверти 19-го века в России было учреждено около 10 кадетских корпусов Первый из них был создан по высочайшему указу Анны Иоанновой от 9 августа 1731 года Организатором и первым главным директором корпуса стал генерал-фельдмаршал, президент военной коллегии Граф Бурхард Христофор фон Минник Это было военно-учебное заведение закрытого типа, состоящее из 200 человек шляхетских детей от 13 до 18 лет Как российских, так и эстлянских и лифлянских провинций Которых следовало обучать арифметике, геометрии, фортификации, артиллерии, шпажному действу, на лошадях ездить И прочим к воинскому искусству, потребным наукам В 1743 году корпус получил название сухопутного шляхетного кадетского корпуса А с 1800 года стал называться первым кадетским корпусом В его стенах получили военные образования будущие генерал-фельдмаршалы Петр Румянцев, Александр Прозоровский Известные своими заслугами генералы Михаил Волконский, Михаил Каховский, дипломат Алексей Обрезков, директор Первого русского театра Александр Сумароков и многие другие После февральской революции 1917 года первый кадетский корпус был реорганизован в первую Петроградскую гимназию военного ведомства В марте 1918 года корпус был окончательно расформирован 9 августа 1783 года родилась старшая дочь императора Павла I и его супруги, императрицы Марии Федоровны, великая княжна Александра Павловна Ее воспитание проходило под надзором императрицы Екатерины II, которая рано задумалась о ее браке И уже осенью 1793 года стала вести переговоры о сватовстве ее с юным шведским королем Густавом IV Через три года король прибыл в Петербург При свидании молодые люди понравились друг другу Было дано согласие на брак императрицы и родителей невесты Даже назначен день обручения Но вдруг король отказался подписать договор и явиться на церемонию Ссылаясь на внесенные в текст право будущей шведской королевы Иметь православную церковь, на которую он не давал согласия При Павле I переговоры возобновились Но так ни к чему и не привели В это время главной угрозой стала революционная Франция Для борьбы с нею Россия заключила союз с Австрией В целях укрепления союза Александру в конце октября 1799 года Выдали за эрцгерцога Иосифа Антона наместника венгерского Брак Александры Павловны на этот раз по любви Иосиф относился к невесте с нескрываемым тихим обожанием Тем не менее не сулил ей счастье Так как заключался на фоне нескончаемых интриг Австрийской империи против союзной России Православную эрцгерцогиню при австрийском дворе встретили очень холодно Подвергая разным стеснениям О том, как жила палатина венгерская, так нарекли Александру Павловну В атмосфере ненависти, нетерпения и вражды венского императорского двора Повествует духовник великой княжны отец Андрей Самборский в своих записках Министры двора были объяты страхом от того, что если палатина венгерская Разрешится от бремени принцем Александра Павловна была к тому времени беременна То Венгрия непременно отложится отделиться от Австрии Создав собственную династию и государство Ожидая ребенка, она переехала из Вены в Пешт Но роды были очень трудными Родившаяся девочка прожила только несколько часов Через несколько дней Александра впала в горячечный бред В жару повторяла, что ей тесно и душно жить Рвалась в Россию В марте 1801 года ее не стало Из Вены поступило приказание совершить погребение В наивеличайшем инкогнито Разумеется, ночью и без всяких почестей Отец Андрей Самборский отказался выполнить это требование Спустя полгода над ее могилой в Офине, часть Будапешта Была выстроена православная церковь В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других Не менее запоминающихся событиях этого дня До встречи!